Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухарьева. Здравствуйте, в начале коротко о главном. Нажелись на отдыхе в дагестанском филиале Почта России. Прошли обыски в рамках уголовного дела о присвоении и растрате. И голубям нужны документы, чтобы пересечь границу. Сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку ввоза из Азербайджана в Дагестан в ТИС без сопроводительных бумаг. Символ воли к победе и жизни. Акция памяти блокадный хлеб прошла в одном из супермаркетов Махачкалы. Герой наших дней. Глава МЧС России Александр Куренков поручил представить к награде мужчину, спасшего двух человек во время пожара в Махачкале. В дагестанском филиале Почта России прошли обыски в рамках уголовного дела о присвоении и растрате. По версии следствия, заведующие подведомственной данной организации базой отдыха «Связист» с марта 2017 года по июль 2022 год предоставлял услуги по организации отдыха не только работникам филиала, но и другим лицам. Предположительно, в результате таких действий подозреваемый получил доход в размере более 3 миллионов рублей. В ходе обысков были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности. 20 голубей не смогли пересечь границу. Сотрудники Ростельхознадзора обнаружили, что у птиц, которых пытались ввести в страну из Азербайджана, отсутствуют документы. В связи с отказом владельца забрать пернатых обратно, было принято решение их изъять. Сейчас голуби нелегалы находятся на карантине. Продуманная афера или стечение обстоятельств. Жительница Махачкалы подозревается в мошенничестве по продаже телефонов. Жертвами девушки, по данным МВД Дагестана, стали более 50 человек. Число пострадавших может возрасти. Девушка занималась реализацией айфонов по более доступной цене. Поставщикам мне посоветовали, сказали, что у него можно купить дешевые телефоны. И если у меня телефон по прайсу стоил 60 тысяч, то у него он стоил 30 тысяч. Естественно, 30 мне, 30 ему. И вот такая вот была тема. Просто были очень дешевые телефоны, и более 2000 телефонов было реализовано через этого человека. Очень много отзывов было, очень много оптовиков в магазине упрали эти телефоны, и все было хорошо. А пока этот человек просто не попал. Какой оборот был? Оборот составлял 55 миллионов рублей. Однако, по ее словам, поставщик неожиданно перестал выходить на связи, из-за чего и возникли проблемы с покупателями, уже оплатившими товар. Зная о невозможности выполнения взятых на себя обязательств, подозреваемая продолжала принимать заказы и получать деньги от клиентов. Сама девушка оценила ущерб, нанесенный потерпевшим, в 14 миллионов рублей. Расследование продолжается. Если вы стали жертвой мошеннических действий данной гражданки, полиция просит обратиться по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Глава МЧС России Александр Куренков поручил представить к награде мужчину, спасшего двух человек из пожара в Махачкале. Напомним, 26 января в Махачкале из-за высокого давления газа произошел пожар одновременно в 10 квартирах многоэтажек. Житель Махачкалы Виталий Ивлев, который проходил в это время мимо одного из домов, не раздумывая, забрался по водосточной трубе и решеткам на третий этаж и спас ребенка, а затем и мать малыша. Подробности истории спасения у Карима Гамаева. Виталий Ивлев родился и вырос в том же доме, где и начался пожар днем 26 января. В момент возгорания он находился неподалеку. Услышав крики, бросился на помощь. Боялся только одного, что не успеет, признается Виталий. Честно сказать, я сразу в этот момент подумал, что медлить не стоит, может разгореться дальше, а потом будет поздно уже из огня выбираться. Пока шел дым, я для себя понял, что время потом не будет. Поэтому, наверное, ничего не чувствовал, кроме одышки у меня ничего не было, ни слабости, ничего не было. Нормально себя ощущал и как-то чуть от волнения, как это все произошло, я ушел отсюда и пришел в себя понемножечку. Адреналин у меня, конечно, зашкаливал, руки тряслись, но это потом уже, а в начале такого не было. Сам Виталий героем себя не считает и уверен, так поступил бы каждый на его месте. Первым решением было прорваться в квартиру через подъезд дома, но попытка оказалась неудачной, после чего мужчина незамедлительно ринулся к окнам дома и полез по решеткам на третий этаж. Этот момент и попал на кадры любительской съемки очевидцев. Я думаю, что люди отреагировали бы, наверное, так же, как и я, просто, может быть, я чуть-чуть шустрее оказался. А так здесь находящиеся люди не терялись. Кто-то забегал в подъезд, ломал двери, кричал. Кто-то, вот сосед здесь мой, гаджишка, он бегал за газом, следил, кричал, это газ, газ, выключите газ, налейте воду. Вот. И смотря на них, меня это тоже как-то вдохновляло, и от этого я не потерялся. О мужестве Ивлева в эти дни говорит вся страна. Слова благодарности своему спасателю выразила Илья Ивановна Дмитриевна. Я вообще ничего не помню, у меня была паника сплошная, потому что мы уже задыхались в домовой ловушке, и выход был только один через окно. Я стала отвечать, спать на помощь, чтобы хоть кто-нибудь обликнулся и спас нас. Я уже ни высоты не боялась, ничего. И Виталий оказался единственным человеком, который не испугался ни за себя, ни за свою жизнь, и спас нас, моего ребенка. Карим Гамаев, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ Махачкала. Как символ воли к победе и жизни, акция памяти «Блокадный хлеб» прошла в одном из супермаркетов Махачкалы. Волонтеры раздавали посетителям кусочек хлеба весом 125 грамм и брошюры о годах Великой Отечественной войны. Организаторы напоминали о днях блокады и самопожертвования советского народа. В то время в Ленинграде, по разным данным, от голода погибли от 600 тысяч до 1 миллиона человек. Напомним, 27 января по всей России отмечают день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году. Я бы, наверное, хотел один интересный факт рассказать. Недавно это вычитал. Был случай, когда участник Ленинграда потерял карточку, талонную карточку, которой выдаётся хлеб. Он её потерял и уже, наверное, мне кажется, отчаялся. Но был случай, когда сотрудник милиции, именно милиции, принёс к нему лично, передал в руки, отдал домой. И таких историй немало. То есть участники Ленинграда – это люди, которые понимали, что если они не будут вместе, то, я не знаю, уже будут обречены, мне кажется. Какой хлеб раздавали в блокадном Ленинграде, он был сделан отчасти из соломы, из некачественной муки, плохо переработанной. Этот кусок хлеба на сегодняшний день должен нам напоминать, что те самые блага, что мы имеем, мы должны ценить это всё. Этот кусок хлеба напоминает сегодня нам, что те люди, которые были в блокадном Ленинграде, они были в очень тяжёлом состоянии, в очень тяжёлом положении, они не сдались. Они не сдались. Они до конца держались. Да, они умирали некоторые. Умирали от голода. А я знаю пекаря, который не съел ни грамма хлеба, отдавал всё это людям. Хотя он мог бы съесть там какой-нибудь кусочек, съесть целую буханку хлеба и выжить, но он умер у себя же на рабочем месте. В Махачкале памятные мероприятия также были организованы и в образовательных учреждениях. Всего по столице прохожим раздали примерно 100 тысяч кусочков блокадного хлеба. Более ста семей в Махачкале получили продукты от фонда «Инсан». Для этой цели было задействовано 30 волонтёров, которые развозили пищевые продукты по адресам подопечных фонда. Для нуждающихся семей это ощутимая поддержка. Как отметили организаторы, акция «Коробка добра» будет проходить регулярно. Сегодня благотворительный фонд «Инсан» проводит очередную продуктовую акцию. В наш набор мы также включили и мясо, и хотели поблагодарить нашего мецената, который предоставил нам более одной тонны фарша, который мы сейчас, в данный момент, будем благодаря волонтёрам развозить по городу Махачкала. Идеи мира, добра и справедливости. Работники муфтията Дагестана регулярно посещают учебные заведения и спортивные секции республики с просветительскими акциями. Так, накануне представители духовенства вместе с именитыми спортсменами и общественниками встретились с учащимися двух школ столицы – 31-й и 52-й, а также с юными спортсменами Центра олимпийской подготовки. Выступавшие говорили о важности взаимоуважения и доброго нрава. Не надо делать модным быть агрессивным, не надо делать модным вредные привычки. Это не модно всё равно. Рано или поздно человек, если у него голову правильное что-то стукнет, он оставит это обязательно и потом будет жалеть об этом. Если не стукнет, он вот таким неприятным, таким человеком для всех в обществе останет. Всё равно, если даже это временно станет модным, через 5-7 лет посмотрите на тех, кто постарше. Если среди них хоть один, кому нравится, кто занимается этим вредными привычками, кто его уважает, все люди, нет уже такого. Он уже сам на сам остаётся потихоньку. Вы сделаете модным хорошее поведение к родителям, к учителям, друг другу уважение делаете, вот тогда это будет модным. Почему они сегодня здесь, скажем? Потому что им ваша судьба, она не безразлична. Сейчас вот такой век, век интернета, век, когда свободные умы, ниши всегда занимаются посторонними, то, что вы говорили, терроризмом, наркоманией и так далее. И так далее, что только нет. Вот то, что сегодня было главной, красной чертой, шло от наших гостей, что не делает плохого ближним. Это самое главное. Я ещё раз хочу поблагодарить наших гостей. Спасибо вам огромное за то, что вы потрудились, подошли к нашим детям. Я уверен, что наши дети, они хорошие дети. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин